Что такое инфляция? Почему потребительские корзины у всех разные? Нужно ли планировать семейный бюджет? Дискуссии на эти совсем не детские темы развернулись во Дворце детского творчества. Там прошел чемпионат по финансовой грамотности. На целый день школьники погрузились в сферу денежных отношений. Они решали задачи и проводили коммуникационные бои. Чем хорош данный формат, что мы развиваем не только профессиональные компетенции в области финансов, но и так называемые soft skills, это коммуникация, взаимодействие. В этом году в чемпионате по финансовой грамотности участвуют старшеклассники из 15 регионов страны. Нижегородская область впервые присоединилась к этому федеральному проекту. В нашем регионе он проводится в трех городах – Нижнем Новгороде, Павлове и Сарове. Почему мы выбрали именно эти площадки? Потому что здесь очень интересные ребята, ребята, которые показывают себя. Мы периодически смотрим на результаты ЕГЭ, мы видим отличные результаты. А ребята разносторонне развитые. И я уверена, что им интересно все, что связано с финансовой грамотностью. Для проведения муниципального этапа в Саров приехала многочисленная команда экспертов. В него вошли преподаватели и студенты старших курсов Высшей школы экономики. Они оценивали правильность выполнения заданий. Во-первых, насколько компетентны и профессиональные ребята, свою отстояли позицию. Во-вторых, насколько они могут взаимодействовать друг с другом. И в данном случае тут нужны не только финансовые навыки, финансовые знания, но тут нужна очень сильная компетенция по коммуникации. В муниципальном этапе чемпионата приняли участие более ста старшеклассников. Победители конкурса будут представлять наш город на региональном уровне. Там у них будет возможность побороться за выход в финал, который состоится этим летом на базе детского лагеря «Орленок». Елена Грискова, Евгений Швецов и Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Продолжение следует...